Сельхозпродукция до стола потребителей без посредников. Этому вопросу посвящено заседание правительства в режиме видеоконференц-связи. Обсужден вопрос открытия агрологистических и оптово-распределительных центров. По словам министра торговли и интеграции Бахата Султанова, предложенные схемы значительно сократят сроки поставок товаров сельхозпроизводителей до потенциального покупателя. Таким образом, планируется увеличить срок хранения овощной продукции, что сможет повлиять на качество товара и его себестоимость. В ходе совещания премьер-министр страны Оскар Мамин дал поручение главам регионов в недельный срок рассмотреть проект и подготовить по нему рабочие предложения. Продолжаем выпуск. Проблемой для Уйгурского района остается обеспечение крестьянских хозяйств поливной водой. С введением недостроенного канала в селе Карадала эта проблема частично решилась бы для близлежащих хозяйств, уверяют местные аграрии. Как заверил заместитель Акима области Сирикжан Бескимпиров, проблема дефицита влаги в скором времени будет устранена. Строительство этого водохранилища для обеспечения поливной водой сельхозкультуру Уйгурского района началось еще в 1991 году. Однако в 1995-м остановилось из-за нехватки средств. По словам руководства района, при его функционировании в районе можно будет обеспечить водой более 20 тысяч гектаров земли в пяти близлежащих к нему округах. Это, в свою очередь, сыграет значительную роль в развитии экономики региона, уверяют они. Мы сейчас подготовили все документы. Теперь просим в области необходимые средства для завершения строительства объекта. Примерная сумма необходимая для этого – около 5 миллиардов тенге. Наш регион выращивает кукурузу, фруктовые сады и многое другое. При эксплуатации водохранилища подключатся 8 магистральных растительных каналов. При этом появится возможность увеличить площадь поливных земель еще на 6 тысяч гектаров. С рабочим визитом Уйгурский район посетил заместитель Акима Алматинской области Сирикжан Бескимпиров. Помимо ситуации водохранилища, он ознакомился также и с деятельностью ряда сельскохозяйственных предприятий, таких как фирма Шабдалы, Туошонжи Агра. Это предприятие в 2016 году было включено в карту инвестриализации в качестве производителя. Ведь деятельность предприятия – выращивание плодовых косточковых культур. В целях развития данной культуры региональным кредитным советом им было выделено 800 гектаров земли. В данный момент мы освоили из этого всего массива 800 гектаров, получается 600 гектаров. В данный момент на этом поле у нас получается 450 гектаров сада. Из них мы посадили где-то косточковое направление, абрикосы, сливы, черешня, персики. Вот так вот. В дальнейшем остается у нас получается 300 гектаров. В течение двух-трих лет мы это все полностью освоим. Реализация у нас будет экспорт. Потом поставим еще мини-завод по прямому отжиму сока, концентраты, сухофрукты. И все будем поставлять на внутренний рынок Казахстана. Одним из важнейших комплексов района является птицефабрика «Отан Гринфуд». Мощность предприятия – 29 тысяч тонн мяса в год. Проведение работ по установке газа и водопровода завершены. В настоящее время здесь идут работы по переустановке оборудований. Также в ближайшем будущем для модернизации планируется доставить новейшее оборудование из Польши, Нидерландов и России. Птицефабрика, застоявшаяся в течение шести лет, сейчас проходит масштабную модернизацию, которая продлится еще несколько месяцев. И с середины лета начнется поставка его продукции во все торговые точки нашей области. Нам нужно уделять огромное значение сельскому хозяйству. 80% населения области живет в сельской местности. Наша задача – обеспечить их работой, да и в целом создать им качественные условия жизни. Отметим, Алматинская область является одним из основных производителей в стране мяса птицы. Она обеспечивает около 40% продукции по всей стране. В настоящее время в регионе работает 8 тецефабрик. Айнур Мирханова, Медеджумаба и Габит Кабдрахман, телеканал Житсу из Уйгурского района. Онлайн-уроки школьников отменены. Теперь более 400 тысяч учащихся 760 школ Алматинской области будут обучаться посредством других механизмов. Как было отмечено на брифинге на площадке Житсу Медиа, проходившем под председательством заместителя Акима области Батаржана Байжуманова, нагрузка на Казнет возросла более чем в два раза. Потому, чтобы избегать перебоев, уроки будут освещаться через телевизионные каналы Балапан и Елярна. Для жителей Алматинской области телеуроки будут дополнительно ретранслироваться на областном канале Житсу. Обратная связь с детьми учителя будут обеспечивать посредством мессенджера WhatsApp, электронного журнала «Кунделик» и других образовательных платформ. Помимо этого, уроки будут проводиться посредством заранее подготовленных заданий на бумажном носителе. Это сделано для детей с медицинскими показаниями о запрете использования компьютеров. В целом, в области 93% учащихся оснащены электронными устройствами и подключены к интернету. Оставшимся 7% во временное пользование будут выданы компьютеры, находящиеся на балансе школ. Как отмечают специалисты, для нашей системы образования переход на дистанционное обучение является большим вызовом. Но мы сможем выстроить качественную систему данного формата. Дистанционное обучение имеет более широкий спектр, нежели онлайн. Посредством любого ресурса, который считает учитель для себя приемлемым, он может направлять задания, прикреплять видеоуроки и оценивать своего ученика. Казахстанцам объявили каникулы по кредитам до июня текущего года. Отсрочку вводят из-за режима чрезвычайного положения в стране. Но получить ее сможет отнюдь не каждый, а именно те, кто на самом деле испытывает финансовые трудности. Льгота распространяется на займы, полученные в банках и микрокредитных организациях до введения режима ЧП, то есть до 16 марта. В этот период взыскивать долги запрещено также ломбардам и микрофинансовым организациям. Для оформления срочки казахстанцам необходимо подать заявку в соответствующую организацию, где был оформлен кредит или займ. В социальных уязвимых слоями населения нет необходимости направления заявления. Их списки формируются в кредитном бюро и будут направлены в эти кредитные организации. И кредитная организация с их согласия уже будет предоставлять эти отсрочки. Граждане, которые не относятся к социальных уязвимых слоями населения, они подают в произвольной форме заявления в кредитную организацию, в том числе через удаленные каналы связи. Это мобильное приложение, может быть мобильный банкинг, может быть электронная почта и так далее. И банк в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть их заявление и принять соответствующее решение. К другим темам. 103 ограничительных поста установлено на территории Алматинской области. 57 из них санитарные. Круглосуточно сотрудники полиции записывают данные всех водителей и их пассажиров. А медики проводят осмотр и измеряют температуру тела. Начиная с 1 апреля, согласно постановлению главного санворача области, на посту села Шумар из Кельдинского района проверено более 2000 автомобилей. К этому часу нарушений там не выявлено. То есть жители отнеслись к ограничительным мерам с большой ответственностью, признаются местные власти. Проводятся все мероприятия, согласно постановлению главного врача. На пост заступают в 8 вечера. До следующего 8 утра по 12 часов стоят в данный момент сейчас наши все сотрудники. Проводятся все необходимые мероприятия для сокращения, предупреждения, профилактики данной нашей заразы, которая сейчас угрожает нашему обществу. Во всей территории Алматинской области усилены меры безопасности с физическим коронавирусом. Не исключение и Алакольский район. Более подробно оттуда расскажет наш корреспондент Евгения Присяжная. Граница Восточно-Казахстанской Алматинской области. Здесь на 601-м километре с 31 марта заработал санитарный пост. Проезжающий автотранспорт проходит необходимую проверку и дезинфекцию. А это порядка 50 автомашин ежедневно. В Алматинской области усилены антивирусные меры. На 53 санитарных постах круглосуточно несут вахту сотрудники санопеднадзора, медики и полицейские. На границе Алматинского региона и Восточно-Казахстанской области установлен один из дополнительных санпостов. Здесь несколько военнослужащих личного состава войсковой части 40398 неустанно орошают проезжающий автотранспорт раствором гипохлорита натрия. Подобные меры служат дезинфекционным фильтром как для транзитных авто, так и для транспорта с продовольственными и производственными товарами, лекарственными средствами и материалами для обеспечения бесперебойного функционирования и жизнедеятельности промышленных сельскохозяйственных предприятий Алматинской области. Специалисты с пирометром измеряют температуру тела. Вдруг, если у водителя или у пассажиров будет отмечаться повышение, соответственно, все окна, все двери закрываются. Этот пассажир остается в салоне машины, вызывается по телефону 103, служба скорой медицинской помощи, и по приезду этот пациент госпитализируется. Инфекционная больница находится в центральной районной больнице города Ушарал. Сотрудники санитарного поста не только проводят пирометрию, дистанционное измерение температуры тела, но и проверяют наличие всех сопроводительных документов, проводят анкетирование, выясняя цель прибытия на территорию области. В случае выявления нарушений въезд в регион блокируется. За этот период было обратно возвращено три машины, в том числе одна грузовая машина ехала с продуктами питания, которая не имела товарной накладной и без сопроводительных документов были возвращены обратно. И две машины, которые ехали на торжественные мероприятия со стороны Восточно-Казахстанской области ехали к нам в нашу область. 160 военнослужащих из числа личного состава войсковой части 40398 ежедневно проводят дезинфекционные работы на территориях рынков, парков, спортивных площадках, автостанциях, подъездах многоэтажных домов, остановочных комплексов и прочих многолюдных местах. На сегодняшний день обработкой охвачено около миллиона двухсот квадратных метров Алакольского района. На средства районного фонда были приобретены дезинфекционные средства в размере одного миллиона триста пятьдесят тысяч тенге. Есть запас на один месяц. Также для жителей села Достэк, закрытых на карантин, из резервного фонда района выделено один миллион восемьсот шестьдесят тысяч тенге. Все виды транспортного передвижения временно приостановлены. Таможенный пост не прекращает свою работу. В районе готовы 130 провизорских мест. Санитарные обработки многолюдных мест посёлков Кабанбай, Желанды, Кольбай, Екпинды и других задействованы силы Алакольской ветеринарной станции. Противоэпидемиологические службы Алматинского региона ведут строгий контроль за соблюдением санитарных норм в области. Евгения Присяжная, Абылая Кутыкбай, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Уже 525 человек заболели коронавирусом в Казахстане. Десять из них в Алматинской области. По данным пресс-службы Акима области, последняя заразившаяся – это женщина 1950 года рождения. Вчера, 3 апреля, она самостоятельно обратилась в фильтр врачебной амбулатории села Мирей Карасайского района с жалобами на симптомы, схожие как с ОРВИ, так и с коронавирусной инфекцией. Анализы подтвердили заболевание, после чего пациентка переведена в инфекционное отделение Карасайской центральной районной больницы. Состояние её врачи оценивают как средней степени тяжести. Контактировавшиеся с ней 10 человек помещены на карантин. В Алматинской области увеличено количество блокпостов. Наряду с основными шестью функционирующими, ещё 18 дополнительных пеших блокпостов выставлены по Ильийскому району. С учётом обходных путей принято решение дополнительно выставить по Ильийскому району пешие посты, которые будут выполнять функции проведения расследительной работы с гражданами, а также предупреждения и пресечения правонарушений на данной территории. В настоящее время их количество 18 и расположены они в межпоселковых территориях, поделился начальник районного управления полиции Ильийского района Марат Куштибаев. Наряду с санитарными всего на территории Алматинской области для ограничения въезда и выезда автотранспорта в сопредельные области, а также в области и районные центры работают 108 постов. Владельцы и сотрудники магазина косметики в Актау хотели вручить продуктовые наборы женщинам, у которых больше четверых детей. Прорекламировали акцию в социальных сетях, но многодетных собралось столько много, что образовалась давка и даже началась драка. Предприниматели сами вызвали полицейских, которые попытались организовать очередь. Но утихомирить людей не смогли. Из-за скандала раздачу продуктов пришлось остановить, а ее организатора отправили под суд. Мужчину арестовали на 5 суток за нарушение режима ЧП и в частности за организацию массового скопления людей. Родственники задержанного возмущены приговором. Считают, что достаточно было оштрафовать. Оставшиеся продуктовые наборы обещают развести нуждающимся уже после окончания карантина. Караван добра под эгидой Безбергемес продолжил свой путь в областном центре. Республиканская акция Журек-Жалуо объединила не только волонтеров, но и всех неравнодушных граждан страны. Руку помощи нуждающимся ЖТСУСам протянули священнослужители, военнослужащие и волонтеры Алматинской области. Мука, рис, гречка, сахар, подсолнечное масло и другая провизия заботливо упакованы в аккуратные коробки. На каждой посылке наклейка «Журек-Жалуо». Инициаторы акции в Талдыкургане – представители Духовного управления мусульман Казахстана по Талдыкурганскому региону и волонтеры области. Вместе с набором продовольствия они вложили частичку из своей души. По словам главного имама по Талдыкурганскому региону Ардакану Субханулы, благотворительный набор дойдет до всех адресатов. А это многодетные семьи, одинокие люди, а также категории малоимущих семей. К слову, продукты общего потребления приобретены на пожертвования от неравнодушных граждан. В период чрезвычайного положения временно приостановлена деятельность мечетей. Но делать добро нужно в любое время. Мы поддержали начинание главного муфтия на Урзбай-Каже-Таганула и продолжили акцию «Жирек-Жилуа» в нашем регионе. Многие наши граждане изъявили желание поддержать нуждающихся соотечественников материально. Поэтому акция проводится не только в Талдыкургане, но и во многих районах нашей области. От нашей мечети будет оказана помощь тем, кто ранее обратился к нам. Это порядка 400 семей. Акция не будет разовым мероприятием. Помощь нуждающимся – наш гражданский долг, заявил главный имам Ардак Нусыпханулы. Подтверждением слов священнослужителя является открытие пункта приёма при мечети, в который поступают продукты питания, а также предметы первой необходимости от бизнесменов и простых граждан. Для многодетных и малоимущих семей такая посылка – большое подспорье в столь нелёгкое время. Я очень благодарна служителям мечети и волонтёрам за оказанную помощь, за то, что поддержали нас в этот трудный час. Всем огромное спасибо. Среди получательниц продуктовой посылки и многодетная семья Жанар Андасовой. Мать шестерых детей рано овдовела. К тому же состояние здоровья лишило молодую женщину трудоспособности. Поддержку со стороны неравнодушных людей обладательница Кумисалка воспринимает с глубокой благодарностью. Сегодня моя семья получила продукты от мечети. Я очень признательна духовным лицам за их поддержку для нас. Благодарю также волонтёров и всех тех людей, кто собирал продукты для нуждающихся. Для нас это большая помощь. Благодворительная акция в помощь многодетным социально уязвимым слоям населения объединила не только духовенство. Приняли участие в акции и военнослужащие Национальной гвардии. На этот раз помощь в виде продуктовых наборов получили многодетные семьи военнослужащих, а также ветераны воинской части 55-14. В списке получателей 13 адресатов. Наша воинская часть 55-14 продолжает эстафету Бесбергемос. И сегодня мы хотим оказать помощь многодетным семьям, ветеранам части. В социальный пакет входят продукты питания, мука, сахар, рис. Эта акция у нас действует на постоянной основе. Мы дальше будем оказывать помощь нашим военнослужащим. Бесбергемос. В этом слогане заложен глубокий смысл. Именно сейчас мы, казахстанцы, должны сплотиться и помочь тем, кто нуждается не только в материальной помощи, но и в тепле наших сердец. В унисон, говорят, неравнодушные граждане. Ульмира Тимиргалиева, Мадиба Ивусынов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. В Ухане к жизни возвращаются уличные базары, но с поствирусной спецификой. Продавцов от покупателей отделят высокий строительный барьер. Для клиентов на той стороне поставлены стулья и ящики, чтобы они смогли рассмотреть товар. При этом на базар ходят лишь избранные жильцы кварталов, которые затем раздают покупки соседям. Многие предпочитают именно огороженные таким образом уличные рынки, а не супермаркеты, некоторые из которых уже вновь открылись. В Ухане за последнюю неделю не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19, но власти сохраняют большую часть мер изоляции до истечения карантинного срока в две недели. Обычно оживленные улицы Афин были всю последнюю неделю необычно пустынны. В стране продолжается действие карантина, призванного остановить распространение коронавируса. По сравнению со многими другими странами, Греция приняла меры по локализации вспышки COVID-19 на самой ранней ее стадии, сначала закрыв все школы и другие учебные заведения, а затем с каждым днем ужесточая ограничения. Теперь, выходя на улицу, нужно иметь при себе самостоятельно заполненную форму или отправить текстовое сообщение на центральный номер, где указывается причина выхода. Нарушителям всех этих правил полиция выписывает штраф в размере 150 евро. Число жертв коронавируса в Германии превысило тысячи человек. За последние сутки скончались 145 заболевших. Число заразившихся выросло на 6 тысяч человек за сутки. Пока Германия, благодаря ряду заблаговременно принятых мер и особенностям системы здравоохранения, находится в сравнительно лучшем положении, чем соседи. Одна из проблем Германии такая же, как и в других странах. Заразились многие медработники, лечившие больных. Не хватает и тестов на коронавирус. Фармацевтические компании говорят о спросе на 200 тысяч тестов в день. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова